Представителям сильного пола никакие слабости не чужды, если верить статистике Яндекс.Запросов. Например, вопрос, что такое перманентный макияж, по стобальной шкале популярности получил самую высокую оценку. Следом за ним мужчины интересуют, как в принципе сделать макияж. Да-да, мы тоже удивлены. А вот еще один из самых популярных вопросов – как сделать цветок из бумаги. Связано ли это с желанием сэкономить на своей даме сердце, либо сотворить подарок своими руками, который, как известно, считается лучшим, остается только гадать. На второй строчке – как нарисовать цветок. В реальности наша съемочная группа таких мужчин не встретила. Офицер уголовного розыска с 30-летним стажем Михаил Крапухов Яндексом тоже пользуется часто, но с иной целью. В последнее время я интересуюсь, что продается через интернет, и по цветам, и сколько стоят, и подарки, сколько стоят. Будни Рената Фазулгафарова тоже проходят серьезно. Он работает помощником начальника следственного изолятора. Но в выходные дни Рената – обычный семьянин, и не прочь помочь супруге по хозяйству. Частенько обручает Яндекс. Зачем прибегать к помощи мастера, если можно прочитать инструкцию в сети и сделать все самому? Как лучше сделать ремонт, допустим, в той же самой ванной, как лучше плитку приклеить, ну, как бадзюр там пустить вдоль ванны. Большинство интернет-запросов по ремонту, кстати, приходится на кухню. Ведь, как известно, добрый мужчина – сытый мужчина. И наоборот. Кроме еды интересуются мужчины дачей, кошками, а также откуда берутся дети. Это, что удивительно, второй по популярности вопрос. Волнуютельный пол и как проверить духи на подлинность. Ведь не за горами самый ответственный для мужчин день – 8 марта. Мария Левина, Константин Головин. События.